Всем привет, и вы снова у меня на канале. Как говорится, хороший повар из позавчерашних котлет может сделать завтрашнее, а на что способны наши любимые блогеры, мы узнаем прямо сейчас. Анти-грустин и человек, входящий в клан единорогов, Аня Покров! Всем привет, ребята! Отважный тестировщик и просто бородатый лучик солнышка. Супер Стас! Я думала Аня Покров. Вау! Самые горячие фуд-блогеры Камила и Антон Дмитриевы. Вау! Ну и, конечно же, куда мы без человека с 40-летним стажем готовки и просто с хранителем кухонной утвари моей мамочки. И, конечно же, моей любимой сестрички, которая любит вкусно поесть, особенно пиццу. Я хочу пиццы. Как среди такой компании, среди такой компании оказалась я? А как здесь я? Ты специально меня позвала, чтобы опозорилась я? Или чтобы мы вместе позорились, да? Чтобы мы вместе. Понимаешь, мне одной было стремно позориться, а с тобой уже не так страшно. Аня, ты выиграешь. Нормально моя сестра это говорит, а? Целевая поддержка, ребята, работает. У нас есть 30 минут для того, чтобы приготовить, как вы думаете, что? Пиццу! 100% бургер. Но готовим мы не просто так, а с усложнениями, которые будут у нас появляться в течение всей нашей готовки. Уйдите, уберите его, пожалуйста! Все это время моя мама и сестра смотрят за нашими кулинарными способностями на плейбеке. Но за 10 минут до окончания, когда мы начнем сервировать стол, им отключат плейбек, и они не будут знать, где чья пицца. Да ну нафиг! Врубись экран, я хочу видеть все! Их задание отгадать, где приготовила их дочь и сестра. Но есть еще один момент. Когда они попробуют все 4 пиццы, они определят лучшую. И тот, кто выиграет, я думаю, это точно буду не я, получит подарок, который я для вас приготовила. Давайте поднимите руки те, кто умеет готовить. Ты тоже умеешь готовить? Старай, вышли отсюда! Не, просто я с ней живу, она не готовит ничего дома. Ну дай помечтать, пожалуйста! Конечно! 11 лет готовит в семье только он. Я тоже так хочу! Миша, слышал? Сейчас я вам выдам прекрасные халатики. Ну что, мы можем? Приступай! Погнали! Нам нужно договориться. Что мы будем делать? Потому что ты будешь тянуть одеяло на себя, я буду тянуть одеяло на себя. Нет, ты все готовишь, а я просто смотрю. Что случилось? Не знаю, хочется праздника? Ну, никакого-то конкретного. А чтоб просто на душе был праздник. Держи к уколу и включи праздник. Любимый насыщенный вкус. Не знаю, как она это делает, но мне это подходит. М-м-м-м. О, спасибо! Наконец-то я смогу слушать музыку не через телефон, а с колонки. Дай мне три минуты, и я зарегистрирую чеки от покупки Кул Колы, Фэнси и Стрита на сайте. И выиграю не только колонку, а еще много других призов. Например, один из трех новеньких крутых автомобилей Apple Watch или новенький смартфон. Вы тоже можете попытать удачу, а я пока пойду скупать всю Кул Колу в пятерочке, чтобы выиграть крутую тачку. Удачи вам! Мука есть? Мука у меня есть. Я могу с тобой поделиться. Первое, что нужно сделать, это включить духовку. Она должна быть максимально разогрета и правильно выпекать пиццу на раскаленном противне, чтобы она внизу схватилась и не прилипла. А зачем я это все говорю вслух? Это же только я должен. Не знаю, Антон. Антон, приготовь просто три пиццы только разных, пожалуйста. С чего начать? Мама! Дочь! Я верю в тебе. Антон, давай начнем. Я буду делать соус, а ты будешь делать все. Давай, смотри. Соус у нас готовый, у нас мало времени. Я хочу делать это с помидором, нет? Не-не-не. Надо сделать его просто послаще. А это слоеное? Антон, Антон. А я не скажу тебе. Да ты крыса. Да скажи. Нет, это не на слоеном, я вижу. А ты жук! Я не знаю, как готовить на слоеном тесте. Я всю жизнь на коржах готовила. Тесту главное с любовью. Это я знаю, мама учила. Вот ты вот его жамкаешь и приговариваешь. Любимое мое, хорошее мое. Ну чтобы пицца получилась, иначе не получится. Аня, ты готовила хоть раз вот из такого теста пиццу? Я, да. Я вообще раньше всегда с мамой мы тоже сами тесто замешивали. Вообще я редко готовлю на слоеном. Мы обычно сами делали тесто. А вы прям соус будете готовить отдельный? А что, а есть просто кетчуп, майонез? Я уже посмотрел рецепт. Я знаю, по какому они рецепты. Они сейчас поджарят. Оливковое масло, чесночка. Все уже понятно. Не, у нас мало времени. У нас будет готовый соус. Просто сделаем повкуснее его. А есть еще итальянский? А что вы забрали итальянский? Оставили мне Ваню, блин. Так, короче, по секрету. Тесто дрожжевое. Надо сначала согреть в руках, чтобы оно хорошо поднималось. Ты же сказал, с любовью надо к тесто. Я его отшлепала. Это у меня любовь такая. Ты что? Бедно, Артур. Сначала пряник, потом кнут. А как вот это вот? Его надо было в муку добавить на эту. Сначала размешай, он где холодный. Доча, давай поактивней, поактивней. Так, я хочу попробовать. Обязательно хорошие повара пробуют в процессе готовности. А оно должно быть согретое тесто или нет? Конечно. Теплом, любовью и покров. Ладно, на самом деле я нормально готовлю. Я даже борщ умею делать. Реально? Да, у меня борщ очень вкусный. И пуриный суп. Слушай, я в шоке. Борщ это очень сложное блюдо. Да, не просто. Главное, пицца. Ребята, расскажу так, как я дружу с итальянцем. Пицца не должна быть идеально ровной. В ней должен быть этот посыл, края немножко такие неровные. Так что... Честно, я дружу только с армянином. Могу рассказать, как долму делать. Вот минус покупного теста, что оно очень плотное. Плохо, да, раскатывается? И то посмотрите, как он ровно это делает. И у меня уже тут квадрат. Да это не важно, Аня. Это домашнее блюдо, которое в Италии бабушки своими ручками вот так вот. А вообще покупное тесто, оно сильно отличается от... Конечно. Оно не такое, да, вкусное? Конечно. Тесто для пиццы. Оно с оливковым хорошим маслечком делается. Оно пузырьки образовывает воздух, чтобы вот эти вот штуки потом как раз подгорали. Ну, если мы про неаполитанную пиццу говорим. Ой, это вообще так вкусно. Ну, я думаю, у нас тоже будет вкусно. А вы 11 лет вместе, да, уже? Да. Как вы вообще, ну... Только потому, что Камила не заходит на кухню. Это секрет долгой и прекрасной семейной жизни. Да. Ты прям завтраки готовишь? Конечно, каждый день. Я вот такую форму никогда не сделаю. А ты же можешь сделать вот такую, она у меня будет толстенькая. Ребят, я сегодня делаю неаполитанскую пиццу. Это неаполитанская, это называется тяпляр сверху, сыр, все. Ну что, ребят, пришло время усложнений. То есть то, что здесь есть Антон, это не считается усложнением. А то, что мы готовим, это не усложнение, да? Кто хочет вытащить? Я буду, давай, я самая смелая здесь. Это усложнение будет для всех. Давай. У всех участников на три минуты все приборы заменяются на детские пластмассовые. Ой, это очень мило. Нам они как раз уже не нужны. А мне как раз резать сейчас надо было. А мне не надо. Как хорошо, что я уже вовремя все порезала. Это как в детстве, знаете, я всегда мечтала, чтобы мне кухню родители подарили вот этими маленькими лопаточками. У меня не было. Теперь можно наиграться. А то есть я одна пока что пользуюсь детскими приборами? Ну я вот тоже взял. Халтурничайте. А мне не нужно пока. Так скалку у него заберите, пусть он с саканом раскатывает. Нету детской скалки. Нету детской скалки. Давай, на. Иди ты. Пойди с саканом раскатывает. Подойди, скажи это в лицо мне. Слушайте, ну мне кажется не совсем плохо. Ребят, что скажете? Кайф. Таким ножом, да? Мама любит острое. Спасибо. Мама любит острое, да. Подкупает маму тут мою, а? А мама любит букеты цветов? Очень. Все, набор и стоп. Все, набор и стоп. Слава тебе Богу. Ребят, расскажите, может у вас какие-то там проекты в будущем готовятся? Я не знаю, какие-нибудь. Мы сейчас сняли наш с Камилой первое большое кулинарное шоу. Ого. Называется «Битва вкусов со звездами». А как вы меня не пригласили? Я вообще ничего поняла. Второй сезон. Мы же не знаем, что ты повар. Адель, когда выйдет выпуск примерно просто? Примерно через неделю-полторы недели. Ну, может это я тоже скажу мне так? Да, да, да. Ты скажешь, спроси еще раз, что… Ань, а у тебя что нового вообще? У меня вот трек вышел, Адель, вот ты слышала его? Это «Кольцо на пальчик». Да, 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 да. Вон. И клип снимаем, кстати. Ой. Клип снимаем. Знаете, с кем… Хотите спойлер? С кем снимаю клип, это главный герой? Да. Будет легко? Нет. Будет легко. Блондин. Егор Крид? Моложе. Егор Шип? Моложе. Моложе? Ваня Дмитриенко. Да. Ооо. Стас, а у тебя что интересного? Расскажи. А у меня обычная жизнь, куча проектов. И как это все вывести на *** в ноябре и декабре? Я тоже не знаю. А тогда мы ездим по городам, снимаем «Все или ничего» с «Сударем», где пробуем дорогую дешевую еду в ресторанах. Тем временем у всех готова пицца, я только нарезала сосиски. У нас вообще еще не готова. Реально? Что вы там делаете? Я вообще… Ваня уже готова, смотри, красотка. У них уже лицензированная пицца. Вот смотри. Я не знаю, я попробую долго готовить. Что еще можно делать? Сказорки порежем. Ты что-то в конце отказали. Ты давай там не шепчись, пожалуйста. Так, ребят, у нас все просто быть не может. У нас может быть только все с усложнениями. Поэтому какая карточка, правая или левая? Левая. Давай левую. Все участники на три минуты надевают маску на глаза. Ребята, а вот вы кусочек у меня забрали по острове. Куда нас… Все. Все мы не брали. Которая прошута? Да. Ты сказал тебе не надо. Ты клянусь сказал не надо. Надо. У меня глаза закрыты. Я же сам заберу. Стас, уйди. Ребят, следите за ним, чтобы пока у меня глаза закрыты, он у меня прошута не украл. Блин, я боюсь, что очень горячий соус. Хотя не, нормально. Так там ничего нет. Что ты? Я не могу открыть кетчуп. Адель, а чем закрыты глаза тебе мешают открыть кетчуп? Так у нас там такая штучка бумажная, накрепленная. А Стас куда идет? А что делать-то? Я как слепой котенок. Уйди! Извини! Уйди! 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 Уберите его, пожалуйста! Стас! Стас, ты мне сейчас все напортишь! Это мое мясо! Стас! У тебя есть колбаса! Я не ем колбасу! Не ем я ничего, кроме парашюта! Это мое мясо! Стас, у нас разные весовые категории! Это нечестный бой! Нютик, у тебя что-то пропало! В смысле? Он украл? Маски можно снять! Спасибо! Во-первых, реально жарко! Он реально украл! Ну тебе зачем эти два кусочка? Для вида! А это на кэшбэк! У нас есть один момент очень важный! София, мама! Вам выключают плейбэк! Потому что я вижу, что у нас тут уже есть... Ребят, там уже что-то сгорело! Я ничего не делала! Спасибо, Антон, за сженный пергамент! Оооо, вот и усложнение! Да ну нафиг! Врубись экран! Я хочу видеть все! В общем, что сейчас происходит? Мы выключили маме и Софии плейбэк и я меняю вот это тесто на свое любимое! Потому что я думаю, что с этим у меня вряд ли получится что-то хорошее! Ты же сказал, что ты не кусочничаешь! Стоп! Я слушал, что я так... Нет, ты сказал, что он так и потолстел! Да, он так и потолстел! Артур, смотри, какая у тебя девушка! Хозяюшка! Надеюсь, никого не отравится! А куда я это положила? Ха-ха-ха! Давай-давай! Нет, это повезло! Нет, это повезло! Сейчас! Пока не готовим! Я ничего не делала! Включите камеру! Включайте камеру! Сейчас каждому выдам определенное задание, при котором нужно суметь красиво продолжать так же вкусно готовить! Аня Покров! В течение двух минут готовишь в фрок-перчатках для дайвинга! Это что такое? Ты видел такое когда-нибудь? Да, это вот так вот плавать быстрее! Супер Стас! Привязываешь грузы весом по 8 кг к каждой руке на 2 минуты! Это рабочий вес! Камила и Антон! Вы надеваете большой халат! В течение двух минут для готовки вам будет доступна левая рука Камилы и правая рука Антона! А я в течение двух минут готовлю удлиненными приборами на расстоянии полутора метров от стола! Ааа! Я думаю... Аааа! Ребят, только халат мой верните домой, пожалуйста! Да мы как будто всю жизнь это делали! И теперь выкладываем начиночку! Это как раз вместо этих перчаток! У меня же противень горячий как раз! Блин, а мы так не сможем! Сможем! Да не сможем! Чего не веришь в нас? Нам надо положить на дно сейчас, чтоб она внизу подпеклась! Если мы не уроним! Блин, это стрёмно, я лучше подожду! Давай, давай! Давай, давай! Полицейский раздворот! Виндизель смог, и мы сможем! И тут смотрите, ребят, летит! Ааа! А вы что, это делаете без противня? Потому что он делает, он делает это, как в печи! Я хочу внизу, чтоб она хорошо поджарилась! И была хрустящая! Кстати! Реально! А я думала, почему у меня плохо поджаривается? Это все из-за того, что я не делала... Ты можешь взять просто очень хорошо разогреть противень и положить тесто на горячий! Или камень для пиццы, вот вообще самая тема! Адель, ты как будто на шпагах! А у меня неплохо получается! Все, мне надо быстрее успевать, забирай! Мне очень нравится эта пицца, она такая сырная! А у вас не сырная, да? И у меня... Ананасы добавил? Кто-то будет ананасы в пиццу добавлять? Я нет, я что, я гей? Ахахахаха! Она подальше! Я буду с ней ходить, оберегать! А знаете, Лайф, как я открываю банки? Кто-то открывает вот так как-то, да? Ты так умеешь? А ты ножом ешь, да? А я ножом! Давай еще другой есть! Ну так вот просто берешь и чуть надавливаешь! У меня не получится, я не такая сильная, как ты! Получится! Аааа! Дави, дави! Да ну нафиг! Миша, покажу вам просто обописываю. То, что так вот нажимать надо? Да! Ура! Я иду ставить свою пиццу в духовку! Давай, моя девочка, не подгори! А на какой уровень ставить? Повыше, пониже? Слушай, ну уже на средней, если не будешь отдельно ее ставить на эту, вот чуть пониже еще. В итоге у вас было мясо, и вы его зажали. Ну просто нельзя, вот сейчас уже можно сказать, вот эту вот парму нельзя убирать в духовку, потому что она засохнет и будет сухой. Ее надо класть в конце. После, она же готова. Просто на Ане на лицо! Ты! Я буду помогать! Я буду помогать! Слушай, я как бы оставлять себе ее. На целом забирай! Моя пицца тоже готова! Самая простая пицца, но всех дольше готовилась. Антон, пока можешь рассказать какие-то лайфхаки приготовления твоей пиццы? Здесь сырный бортик, это чисто американская тема. У нас не итальянская пицца ни у кого. У меня, наверное, больше американская, где куча мяса, куча сыра. А у меня какая? А у тебя российская! Российская! Так, ну что, какие у нас еще лайфхаки? Сырный бортик у тебя. То, что ты прошутто добавлял не сразу, а только в конце, когда все приготовилось. Я просто никому не подсказывал. Нам же надо победить. Давайте в следующий раз просто позовем шеф-поваров против футблогера. Против детей. Да, против детей. Кто лучше, дети или шеф-повара? Стас, это все вкусовщина. На самом деле, вот сколько таких проектов, что готовит шеф-повар и готовит кто-то, кто не готовит. И все такие, ой, это очень вкусно! Нет, ну Антон-то я знаю, как готовить. Что вы мне тут рассказываете? Что вы мне тут плетете? Хотите так заговорить? Нет, ну правда, вот в моей голове самый главный лайфхак, самая вкусная пицца. Вот просто сыра вот так вот три пачки бахнешь. Дальше можно вообще, ну типа можно даже тесто не класть. Просто главное сыра побольше. А подскажите, пожалуйста, Стас, а у вас какие лайфхаки были для наших подписчиков? Это очень важно. Какие лайфхаки? Тяп-ляп и сверху сырочек. Тяп-ляп готово? Нет, я считаю, что пицца это как бы то блюдо, которое как видишь, так и готовишь. Оно не получится плохим. Я вижу по двумя глазам, что ты хочешь мою, а не свою. Я вижу, что получилось именно так, как я планировал. А давайте следующее шоу «Экстремальный ринг» тем же составом? Давай. 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 Работаем. Начинаем. Давайте лучше я со Стасом. Ну что вы? Три, два, один. Давай, Антон. Давай, Антон. Давай, Антон. Антон, главное верить. Вспомни свою пиццу. Вспомни рецепты. Вспомни свою жизнь. Слон. Давай, попробуем. Я ни разу этого не делала. Я тоже. У меня по-любому слабые руки. Раз, два, три. Да ладно, ты чё? Она, она… И Адель перейдетела прям. Ну-ка ещё раз. Ну-ка сейчас ещё раз. Раз, два, три. И… Вот техника уже лучше. На себя, на себя. Загибай. О-о-о-о. Аня? Ты вызываешь меня на поединок? Да. О-о-о, она очень тяжёлая. Сильная, ты хотела сказать, Адель. Очень сильная. Вот у нас и готова наша вкуснейшая пицца. Сейчас я даю вам попробовать каждую пиццу на вкус. И вы должны только по вкусу отгадать, где моя пицца. Начнём с первой. Ммм, очень вкусно. Сонечка. Очень вкусно. Я боюсь. Давай. Аккуратно. Аккуратно. Так ты… Вы сильнее кусаете. Ммм. Твой бортик вообще нахуй по словам. Я уже не выбрала. Хорошо, что бортик сыр не сделал. Вторая пицца. Спасибо большое. Ммм. Тоже вкусно. Ну, не так вкусно, как то. Или вкуснее? Вкуснее. Это вкуснее, чем первая? Или всё-таки первая вкуснее? Конечно. Мне первая. Первая? Мам. Ммм. Ммм. Маме просто очень тяжело. Она только дуги на брекеты поставила? Первая. Это по вкусности вы говорите сейчас? Да. Угу. Давай, мамуля, открой. Первая пока лидирует. Фу. Первая лидирует. Стоп, давай ты, давай ты будешь своё мнение говорить, а не мамино мнение. Ты же просто человек. Да, мне это тоже не понравилось. Не понравилось? Тру. Ну, она опять же такая себе, но горячая, вкусная чуть-чуть. Первая побеждает пока что снова. Мама, ты всё скажешь. Мне понравилось вот этот вкус, он такой необычный. Не могу понять, что туда добавили изюминку какую-то. Вот это мне тоже понравилось. Первая и это четвёртая у нас. И последняя. Опять. Фу. Мне зашла первая и вот до этого была которая. А какая же из этих пицц можете открыть глаза? Ммм. Приготовленная мной. Так, а вот это я уже что-то в жопе, я не знаю. Ну реально, я не знаю. Тебе нужно будет выбрать лидера и выбрать, где же я готовила пиццу из всех этих. Где ты думаешь, что Адель приготовила? Я не знаю, честно. Ну давай, включай смекалку и думай. Так, я помню, когда я... Вот это, Адельна, вот это, вот это. Я помню, я накранила, как ты сосиски резала. Ну я тоже вот думаю, либо это твоя, либо это. Спасибо. Самая отстойная пицца мои, да? Ну ладно. Тем, что вы отгадали, где моя пицца, я вас поздравляю. Ура! Но не поздравляю с тем, что вы сказали, что это самая ужасная пицца из всех. Ну прости, дочь. Попробуйте ещё раз эту пиццу и эту. Нам нужно определить победителя сегодняшней игры. Надеюсь, вот это в Ане. А походу нет. И вот ещё пробуйте эту и эту и определяйте. Потому что нам нужно выбрать победителя. Чтобы нужно честно сказать, которая тебе реально понравилась. Понимаешь? Ну ладно. Ты никогда не угадаешь всё равно, где моя пицца. Ну вот эта мне нравится ещё. Ты же эту голосуешь? Ну, мне бы нравится эта и эта. Хорошо, две вкусные. Да, очень. Ну вот какую бы вы себе заказали? Я бы такую. Я бы себе вот такую. Я бы такую. Что делать-то? У нас подарок один, ё-моё. Давайте я определю. Давай ты, давай ты. Раз ты в пролёте. Я буду не предать. Не предать, не переживайте. Надеюсь, ты выберешь правильное решение, надеюсь. Вот это. Надеюсь, ты вот это выберешь. Первое. Ура! И у нас побеждают Камила и Антон Дмитриевы. Так неожиданно. Софочка, это тебе. Спасибо, что ты пришла ко мне на съёмку. Мамуля. Мама. Аня. И нам. Спасибо. А ты. У нас тоже цветы. Камила, это тебе. Спасибо. Очень приятно. Ну и наш основной подарок достается паре года. Это прекрасный чайник. От немецкой Афганибург. Нет, это мы не рекламируем, кстати. Это не реклама. Нет, я просто шучу, что говорю, типа немецкая. Это немецкая. Ой. Зачем это? Что, блин? Как ты залезаешь в мозги. Для того, чтобы он вас грел в холодные вечера. Ооо. Поздравляем. Остаться пиццы все. Да? Вы заметили, как я весь выпуск у***л Антона, но был в конце. Непрезвятый. Правильно? Ты молодец. Ты чест. Да. Так, я тогда Аделину попробую. Нет, это вкусная пицца, кстати. Я не знаю, почему. Офигенная. Адель. Ну и что? Мне зря с*** тебя. Мне понравилось? Вкусно, да. Реально? Ты всю программу говорил, что у меня будет отстойная пицца. Специально булил. Чтобы ты старалась, понимаешь, а зачем весь выпуск хвалить? Ммм, спасибо. Ну что, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем наш cooking day. Спасибо Стасу и Антону за то, что они оценили мои кулинарные способности. Если бы они этого не сделали, я бы, наверное, ушла в депрессию недельную. А вы, мои дорогие, можете опуститься в комментарии и написать, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. А мы есть. Аминь. Аминь. Аминь.